приветствую все зрители своего канала с вами как всегда юрий тетерин очередной выпуск болен рыбалкой сегодня настрой боевой планах поймать чучку иду довольно далеко от дома взял с собой более-менее крупные джиговые приманки в кем есть не совсем крупные совсем крупных есть меня дома я оставил потому что мне нечем не на чем пока их оснащать ну вот так еще есть собой не крупные кренки молоча на голавлика на язенка я тоже настроен это что настроен пробовать пусть еще будем но в целом не знаю что будет попадаться если что-то будет попадаться просто каждый день непредсказуемый в этом году не было такого чтоб рыбалка была отличная так что надеюсь сегодня будет именно она идем на точку который начнем ловить время терять не будем сразу пойдем сказать место откуда по забрасывать все по заросло сейчас найдем местечко и потом уже дальнейшем все буду рассказывать классный момент ну вот Продолжение следует... 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 Опять матросик, неудобно кидать, внизу всё коряга, не спуститься вниз, тут берег плохой, уходится вот бревна тут. Давай, вставайся. Всё-таки вот смысла не вижу, давай их брать, окошек кормить. Обойдутся окошки. Данное место интересно откидывать с разных сторон, то есть кидаем в одну точку, допустим, но с разных мест. Вот, допустим, я сейчас метров пять сюда кидал, сейчас перешёл, с другого ракурса кидаю, то есть лесна уже идёт по другой траектории, абсолютно по другой хотя бы, мы и сместились ненамного, и поклёвки могут быть по-новому. То есть коряжник вот такого типа, скотчки, трава, довольно интересное место. Вот окунь, постоянно в таких местах водится. Ну вот щука и окунь, щука и ясть, голавль тоже должны быть, но, увы, пока поклёвок нету. Ну, опять же, в таких рыбалках главная точность заброса, то есть если мы кидаем, так сказать, плохо, ещё не научены забрасывать точностью блесну, то в таких местах довольно дорогостоящая рыбалка получается, потому что очень много приманов можно оставить. Ну и понимать, какие блесны подбирать, тоже это очень важно, то есть я вообще-то говорю, почему блесны, потому что в таких местах всё-таки с берега самый универсальный вариант, вот блесна, вертушка, причём небольшого номера, то есть двойка, тройка, не больше. Вот кидаем в разные стороны, то есть в одно место кинули, в другое место кинули и поклёвка всё равно. рано или поздно должна быть. Ну, по-моему, тут уже потыкали рыбку и она уже не отзывается на нашу блесну. Как вариант ещё можно пробовать менять блесну вообще, другую поставить. То есть она к одной может быть привыкла, пробуем другую и поклёвки могут возомоиться. что, друзья, сейчас маленько отдохну, успокую нервы, а то оборвал греблесны хорошие такие, отличные, подаренные. жалко, обидно, но такова рыбалка, ничего не поделаешь. Ну да, чё? Да, да, вон отсюда расписали. Было ли чё поклёвки-то? Нет. А вторая ноги съём ноги. И как? Так, не может. Лещи-то есть? Одного взял, два, блядь, коротких. Лесу урвали нахуй. Долбоёв, блядь. Нет ничего хорошего клюва. Всё матросики одни. Я уж джиг забросил, потому что смысла нет. Окунь тоже на него хуже клюют. Тем более у него приманки большие. Щучики убегали, такие же, как приманки приблизительно размером. Ну помните, я справлялся на лодке, кривали карандашики такие. Вот такая же фигня убегала. Ну а свёртлый хищник вообще генерирует. Ну так, поступим следующим образом. Раз рыба не клюёт, то есть она клюёт, но не такая, какая. Не хотелось бы. Окуньков таких я могу дома потаскать. То есть это меня сегодня тут не удивило нисколько. Ехать сюда, далеко я скажу сразу, куда-то ещё залез не туда. Ради окуньков я бы не поехал сюда вообще никак. С ночёвкой может быть, чтобы половить окуньков там, покоптить, ну как, посидеть, пожарить, просто отдохнуть. Я бы съездил. А вот так вот, туда-сюда кататься, за такое расстояние, ради такой вот рыбы. Ну ладно, рыба хрен с ним, там это не крупная клевала. Головник маленько порадовал. Бесит то, что, блин, ещё две приманки рабочие ушло. Ладно бы, ушли-то они по-красивому. То есть что-то там плывилось, я там их оборвал, или их оборвала рыба. Но, блин, у меня самое обидно то, что я и рыбу не половил, приманки потерял. Ладно, сейчас я поеду домой, заеду в лесок, посмотрю грибы. Возможно, видео засниму ещё одно про грибы. Так что смотрите, завести борт, что-то интересное внизу про грибы. Значит, это вот было в один и тот же день. Всем пока, до скорой встречи. С вами был Юрий Тетерин. Я старался как мог. Подписывайтесь на канал, кстати, не забывайте. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова